Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. Продолжается наша долгая и очень интересная беседа на двоих, священник и философ, и мы говорим о зрелости. Тема крайне важная для и религиозного верующего человека, человека, который озадачен темой, ну, например, спасения. Как, собственно говоря, достичь некоторого такого состояния, сподлинного совершенства, как говорил Христос в Евангелии, будьте совершены, как совершенен Отец Ваш Небесный, и замереть в этом состоянии, обрести это совершенство и его не утрачивать, и в этом совершенном зрелом состоянии встретиться с Богом. Продолжаем разговор с доктором философии Сергеем Александровичем Лешаевым. Здравствуйте, Сергей Александрович. Здравствуйте, отец Сергий, здравствуйте, дорогие телезрители. Как всегда, времени нам не хватает, вопросы нарастают, их очень много, поэтому и без лишних вводных уже. Знаете, какое вот у меня возникло желание, может быть, немножечко похулиганить? Просто задать неожиданный вопрос. Вы когда-то участвовали в передаче радио «Град Петров» с Мариной Михайловой, где там интересная такая, действительно, интересно построена рубрика, да, то есть берется какое-то одно слово, и оно обыгрывается, и оно с разных сторон к нему подступается. Вот я бы хотел сегодня так же поступить со зрелостью. Первый мой вот вопрос, и вы сюда можете вложить все, что вы захотите. Захотите поговорить о структуре, пусть будет структура, захотите еще что-то вот добавить каких-то философских атрибутов, пусть будет так. Так, если бы я попросил Сергея Александровича нарисовать образ зрелости с его запахами, с его цветами, то есть чем пахнет зрелость, какого цвета зрелость, каков портрет зрелого человека. Ну и, соответственно, если вы какие-то определения будете давать, мне бы интересно было бы еще и послушать, я думаю, нашим телезрителям, как это на вашей философии вырастает. То есть почему именно, например, такой запах, или такой цвет, или такой портрет, из чего это вот как растет и зреет, этот образ? Ну, вопрос непростой. Я так над ним как-то никогда не думал, какой здесь цвет и какой запах. Да, такие ассоциации, это интересно. Интересный вопрос, на нем стоит задуматься и подумать глубоко. Ну, я так скажу, что, ну, запах какой? Ну, что-то такое, на мой вкус, горьковатое. Я прошу прощения, я уточню, потому что... Холодный и горький. Да, у младенца есть свой запах, да, чувствуется вот эта нежность, это молочко и так далее. У старости, к сожалению, тоже есть свой запах. Да, есть свой запах, да. А вот у зрелости горьковатый, вы сказали? Горьковатый, такой холодный, такой горьковатый, знаете, вот запах некоторой бодрости, я бы сказал, бодрости, и в то же время активности, вовлеченности, да. То есть, собственно говоря, зрелость, она ведь, образ ее связан с тем, что человек... Вот для меня образ, это зрелость наступает после того, как сожжены мосты. Сожжены мосты? Да, сожжены мосты. То есть, вот, собственно говоря, на прошлой передачке мы немножко говорили об этой проблеме перехода от молодости к зрелости, вот проблемы ювенильности, когда человек хочет подольше остаться в юности и не хочет становиться зрело, да. То есть, здесь проблема стоит в том, чтобы сжечь мосты. И вот когда человек сжигает мосты, что значит сжигает мосты? Значит, он отрезает себе некоторые возможности, какие-то варианты в будущем. Он говорит, вот я это выбрал, и я это делаю, да. Но почему приходится их, эти мосты, сжигать, да? Потому что, если мы говорим о жизни в целом, а зрелость как раз, она есть исполнение жизни в целом, да. То есть, если молодость в целом и юность в частности можно представить как поиски себя, апробацию некоторых возможностей, да, то вот сожжение мостов, если угодно, переход зрелости, это переход от поиска к исполнению. Исполнению, наполнению, содержанием вот в этом временном плане, да. То есть, человек, естественно, в этой ситуации оказывается, с одной стороны, в некотором максимальном напряжении. И вот тот смысл, то наполнение жизни, которое было возможно в молодости за счет будущего, оно, конечно, будет замечательное, великое, содержательное. Я не знаю, какое, но непременно прекрасное. И какое-то время этим можно было жить. То есть, не имея никакой жизни, как бы, цели, никаких ясно формулированных принципов вообще, чего я хочу, можно было вообще прокатывать очень даже неплохо, пробуя и то, и это, просто потому, что у тебя много времени впереди. У тебя есть зрелость впереди, да, как-то все, еще молодость есть, стаканец. А вот здесь, когда мы сжигаем мысль, значит, как раз мы уже избрали некоторое содержание, некоторый путь, и более того, сделали некоторые необратимые шаги. Посмотрите, например, если вы, как бы, темы семьи, которые, естественно, связаны с молодостью, и с зрелостью как раз в огромной степени, да. В чем, например, проблема, почему сегодня так часто люди не хотят создавать семью, то, что называется официальный, официальный брак. То есть, какой брак? Ну, там, если для Рьеза человека, перед Богом, сказать, да, Бог как свидетель. То есть, это не наводятся мосты? Не сжигаются мосты. Не сжигаются. Не сжигаются мосты свои прошлые. То есть, человек, люди живут вместе, мы друг друга любим, зачем нам нужна какая-то там, какой-то загс, какая-то публичность, какая-то там свадьба перед другими людьми. То есть, что за этим стоит? Человек хочет сохранить возможность другого. То есть, он об этом не говорит, говорит, нам и так хорошо. Но понятно, что, когда что-то мы совершаем публично на людях и говорим слух, то мы тем самым ставим себя в некоторую гораздо более жесткую позицию. Понимаете? Мы уже не можем. Мы в самом акте этом отказываемся от другого. Понятно, что сегодня там есть развод и прочее. И тем не менее, это гораздо сложнее. Это вовлекает родственников. То есть, ты кому-то что-то уже должен объяснять. А тут никому ничего не нужно объяснять. Потому что мы ничего не заявляли. Понимаете? То есть, вот, ну, как пример того, что значит сжечь мосты. То есть, человек определяется, берет на себя какие-то, совершает какие-то необратимые шаги, после которых его жизнь уже не может быть такой, какая была. Вот священник, я думаю, об этом знает лучше многих. Да? То есть, вот, когда человек... Это же не так себе просто, да, сделав этот шаг, потом пойти на попятные. Даже, может быть, если ты... Я могу. То есть, сделал шаг, все. То есть, это и есть, как бы, вступление вот в этот период зрелости, когда мы совершаем необратимые шаги. И дальше уже мы понимаем, что осмысленность нашего существования, содержательность его, она не дается нам даром. Просто потому, что у нас есть будущее. Мы должны все время совершать некоторые усилия, совершать все время некоторые действия, которые показывали бы нам самим. И через реакцию окружающих, разумеется. Что мы на правильном пути, и что мы то, что мы взялись исполнять, мы его действительно исполняем. Мы его еще не исполнили. Вообще говоря, в совершенстве, о совершенстве, во времени, мы его никогда не исполним. Просто своими силами будем делать, делать. Всегда можно сделать лучше. Сколько бы мы ни сделали, какими бы ни были мы хорошими там, священниками, там, да, преподавателями, там, да, я не знаю, инженерами, земледельцами. Всегда найдется кто-то. Всегда будет кто-то, кто лучше, и я сам могу лучше. Это никогда не будет исчерпано в этой времени. В том-то и драматизм времени. Но это не значит, что мы не должны к этому совершенству во времени, которое во времени не будет достигнуто. По определению, во времени нельзя достичь совершенства своими усилиями. Но мы должны их совершать, потому что, совершая это усилие, мы как раз и наполняем самих себя некоторым содержанием. Мы ощущаем, что мы живем правильно. Мы там какой-то осмысленной жизнью, да. То есть, если у нас это чувство исчезает, вот тут и наступает кризис среднего возраста. Он не возникает сразу. Мы что-то делаем. Поначалу, когда мы поставили цель, она новая, она нас еще интересует, мы явно идем вверх. Но потом вот это возникает, основное напряжение внутри зрелости, это напряжение между циклическим временем, временем привычки или динамического стереотипа, и сознанием эсхатологичности жизни, земной жизни, ее линейности, ограниченности. И вот человек стремится к реализации цели, к исполнению и смотрит, насколько он продвигается. Но если цель большая, существенная, ее быстро не реализуешь. Дети быстро не вырастут и взрослыми не станут. В своем профессиональном каком-то мастерстве ты быстро не станешь сразу тем, кем ты хотел бы стать в своем представлении о будущем, образе себя в будущем. Все очень медленно. Но именно зрелость – это время, когда человек вырабатывает в большом количестве нужные привычки. Есть привычки как бы сорные, которые сами растут, и они часто бывают не всегда полезными для человека, и от них еще нужно избавляться. А есть те, которые человек сознательно их как бы культивирует, насаждает. Для чего? Для того, чтобы большие цели какие-то, то есть исполнение, оно предполагает ежедневное, еженедельное движение. Вот есть какие-то задачи бытовые, насущные, которые я просто не могу не делать. Там надо, не знаю, в магазин сходить, посуду помыть, в доме убраться, что-то построить, дом рушится, подлатать его. Вот это бытовое насущное. Но если мы имеем какое-то содержание, какой-то образ, выходим, а, собственно, мы говорим, что взрослость – это выход за пределы ситуативного времени в нацситуативное время, во время жизни как целого. И вот здесь как раз важно это продвижение внутри этой как бы линейной парадигмы. Для этого создаются привычки специально даже. Но когда мы начинаем двигаться к той желанной для нас цели, но каждый день выполняя одно и то же, приближение, оно идет маленькими шажками, на микрон каждый день, но быстро не перескочишь. А когда мы это выполняем одно и то же ежедневно, потихонечку, потихонечку продвигаясь к этой цели, наступает усталость, наступает рутина, происходит выгорание. Выгорание как раз связано с тем, что любая ритуализация и, так сказать, вот эта ситуация бесконечного повтора, когда как бы ничего не меняется, все стоит на месте. Каждый день. Сегодня ты это делал, завтра ты, через месяц, через год, через пять лет, ты будешь это делать. И то, что тебя подвигло, эту привычку, например, сформировать и как бы решиться на это, оно как бы начинает тускнеть. Оно начинает тускнеть или оно тебя начинает порабощать? Уже не ты насаждаешь? А вот когда, скажем, урьян слишком вырос, он уже дружит. Порабощает меня, как бы, вот эта форма внешняя, она начинает доминировать над той целью, которая у меня когда-то, и она начинает заслонять с собой эту цель. И тогда и возникает, в частности, как бы, да, ну, некоторое разочарование может возникать. То есть человек, вот, собственно, кризис среднего возраста, он как раз связан с чем? Опять же, с этой самой эсхотологичностью и совершенством. И, соответственно, полнотой, наполненностью жизни, некоторым содержанием, смыслом или пустотой. И вот в какой-то момент человек, и жизнь, путь пройдя до середины, вот человек вдруг обнаруживает, что все обман. Это только симуляция. И семья не семья, и жена не жена, например. И работа не работа. Я сам не я сам. Я живу какую-то не свою жизнь. Вдруг человек может это обнаружить. В этом смысле мне очень нравится цитата Александра Васильева и группа «Сплин», что я не живу, я слежу за собственной жизнеразвитием. Да-да-да. Вот это обнаружение, так сказать, пустоты неожиданно, которая разверзается, открывается. Она разверзается, открывается, опять же, в связи с чем? В связи с нашим внутренним соотношением со временем. То есть, когда мы только вступаем в зрелость, первая половина, она еще тоже живет внутри себя надеждой. Хотя, в целом, зрелость – это жизнь в настоящем. Исполнение, которое происходит сейчас, другого времени, другого возраста у тебя не будет. Для того, чтобы исполнить то, за что ты взялся. И поэтому… Но внутри зрелости есть тоже свои как-то пиронизации. Словно говоря, первая половина зрелости, когда внутри зрелости – это большой период по времени жизни, есть будущее, внутри возрастное, и его больше, чем прошлого. Прошло. После этого будущего, будущего внутри зрелости. Вот человек подходит к этой, как бы, условной середине, он как раз и оказывается в положении, когда обнаруживается, обнажается. То есть, надеждой уже жить нельзя. То есть, нужно уже, уже пора предъявить, как бы, что же есть. То, чем ты занимался в первой половине зрелости – это действительно то? Или это не то? Потому что с этой вершины зрелости открывается смерть, открывается перспектива, как бы, да, спуска с горы. И вот это такая ревизия судьбы, так сказать, да, ревизия жизни. А не слишком это трагично получается? То есть, условно говоря… Слишком или не слишком. В том смысле, что когда все мосты сожжены, то, конечно, тогда ты становишься невольно заложником. Заложником, да. Ситуацией, в которой ты оказался. Совершенно верно. Это такое само… И эта ситуация во многом, она драматична, ведь, не только, конечно, но в огромном… Особенно обосторяется это для человека модерна. Почему? Потому что человек модерна… Надо для наших телезрителей пояснить, я думаю… Модерн, словно говоря, эпоха просвещения с конца XVIII века, когда общество, общественное сознание выстраивается в перспективе уже светского гуманизма, скажем так. То есть, человек мыслится как автономный субъект, хозяин своей жизни, хозяин своей судьбы, меры всех вещей, который сам себя утверждает. И, собственно говоря, жизнь человека эпохи модерна – это такое, как бы, самодетерминация. То есть, человек ставит перед собой как раз цели, его достоинство внутреннее, его чувство правильности жизни, если угодно, оно связано с тем, насколько ему удается реализовать или не реализовать свою цель. И он, оказывается, разумеется, зависим от чего? От этой цели. То есть, вроде бы, он свободно ее ставит, эту задачу сам перед собой. То есть, понятие призвания в традиционном смысле, призвания, предопределения, судьбы, оно как раз уходит. То есть, задача не в том, чтобы понять, что Бог обо мне задумал, в чем мое призвание там, или судьба моя какова, какое мое место в космосе, то есть, что ждет от меня этот космический логос, как там в Древней Греции, например, то есть, что я должен делать, чтобы быть в соответствии, в гармонии с ним. Нет, здесь я сам. И это как бы драматизм модерна, внутренний, что человек, мало того, что ему нужно исполнить какое-то призвание, если он его понимает, тут ему еще нужно и найти его, и поставить перед собой. А это очень, очень непросто. Но вот человек, если он все-таки поставил перед собой, понял, что он хочет, он поставил перед собой цель, и поскольку идея автономного субъекта предполагает некоторую цельную личность, хозяина своего слова, то есть, я сказал, то есть, я на этом буду стоять. Не потому, что я верю в Господа, а он мне сказал, что надо вот так и так. Я сам это сказал. Но я, как автономный субъект, мое достоинство связано с тем, насколько я способен держать удар, несмотря ни на какие ветры, перемен, болезни, чего угодно, я должен идти к своей цели. И это, конечно, некоторая хрупкость этого человека, да, этот трагизм и драматизм. В некотором смысле, как бы, человек берет задачу, которую он, в сущности, в полной мере, в полной мере вообще выполнить, как бы, да, не может. Часто человек модерна в этом смысле, как бы, надламывается. И ему, как бы, легко надломиться. Но, тем не менее, такова именно эта структура. Она, по-своему, конечно, завораживает, она, так сказать, трагична. Да, но понятно, что в этой ситуации происходит вот эта глубокая такая вот трагичность. То есть телеология существует. То есть, ну, это такая самая... Телеология — это целеполагание. Это не просто целеполагание, а это когда цель является причиной. Да, вот, то есть, когда я нечто совершаю не потому, что есть причина за мной, то, что меня обуславливает. Подпинывает, как телега. А то, что... И, как бы, впереди то, что цель, которая меня детерминирует. То, чего нет, меня детерминирует. То, что я хочу, меня детерминирует. Его нет, но оно определяет мое поведение, как то, к чему я стремлюсь. И вот я себе поставил эту цель, и я теперь обязан перед ней. Да, то есть, я уже не свободен. То есть, я могу отказаться от нее, конечно же, но я теряю лицо. Значит, получается, я не выполнил то, что я себе сказал. Значит, я уже не автономный субъект, не господин своей судьбы. Понимаете, какая драма. Разыгрывается дальше. Да, и в этой, как бы, ситуации возникает как раз вот варианты нелинейной зрелости. То есть, есть линейная зрелость, то есть, когда, условно говоря, первый этап – это зрелость и восхождение, когда, вот я говорил, будущего больше, и мы к нему идем. А есть, как бы, второй этап. Если при благоприятном исходе этого кризиса среднего возраста, или если его вовсе не было, такое тоже бывает, зрелость и удержание. То есть, я уже достиг некоторого плато, а дальше я понимаю, что мои силы, как бы, ослабевают, и мне нужно сохранять, расширять, воспроизводить тот уровень, если угодно, мастерства профессионального, такого-то благополучия, там, семьи, там, отношений с людьми, которые уже достигнут, да, зрелость и удержание. Но вот если, ну, кризис среднего возраста может приводить к чему? К тому, что мы переходим на сценарий нелинейной зрелости. Они могут быть различными, подробно, я думаю, мы об этом не сможем говорить, да? То есть, человек может, как бы, второе начало того же самого. Словом говоря, с семьей не получилось, еще раз женился, и вот теперь я уже не сделаю этой ошибки, все-таки достигну цели, создам настоящую семью, понимаете, да? То есть, как бы, заново. Или я вообще говорю, да и вообще не нужна мне там семья, или там, не нужна мне вот эта работа, я буду заниматься вообще другим, о чем я в детстве мечтал. Почему же я это не сделал? У меня времени немного, но все-таки я попытаюсь это сделать. А возможен, как бы, вариант и другой, более радикальный. Словом говоря, метанойя. Человек отказывается вообще от тех целей, которые он ставил прежде, и, например, становится человеком верующим, да? Занимается философией. Это вообще резко меняет. Не просто, как бы, цели, а меняет ту рамку, в которой цели задаются. То есть, меняются принципы, исходной базовой ориентации. То есть, вот эта нелинейная зрелость, она, как бы, радикализм вот этих изменений, как бы, перехода на другой путь, он может быть разным, с разной степенью радикальности осуществляться. А вот в современном обществе, например, один из таких характерных ходов, это дауншифтинг, так называемый. То есть, человек... Примемая моя тема. Да. И вот, как раз, это тоже... Переход на пониженный период. Это тоже, вот, человек, как бы, шел, 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 и вдруг видит бессмысленность, абсурдность, пустоту всего этого. То есть, я отдаю все силы, всю жизнь вот этому. А зачем? Для чего? Тогда он переходит на эту пониженную передачу, как бы, да, начинает жить более скромно, отходит от тех стандартов, там, потребления, которые от него ожидали, которых он сам от себя ожидал, которых он вроде бы достиг, но он видит внутреннюю и уходит. Но, если говорить о дауншифтинге, то это такая интересная форма, за ней может скрываться разная, но, в принципе, это вполне вписывается в современную потребительскую культуру и отличается от этого метафизического, духовного переворота, вот, метанои в подлинном смысле слова. Почему? Дауншифтинг просто делает вполне рациональный вывод, и, в общем, он не лишен смысла. Внутри этой же, как бы, парадигмы общества, скажем так, потребления, он говорит, слушай, то есть я, как бы, работаю, зарабатываю кучу денег, но нет того, кто может это все использовать, пожить в свое удовольствие, вот, там, пообщаться с женой, с детьми, там, да, что-то, я, конечно, могу поехать везде, но мне некогда, да, в лес пойти погулять, некогда, вообще, как бы, я целиком вовлечен непонятно во что, вот, он говорит, зачем? Я буду жить скромнее, там, вот, там, что-то я накопил, где-то там что-то буду делать, но я буду делать то, что мне нравится, пусть я за это буду мало денег получать, я буду видеться с друзьями, буду смотреть на закат и прочее, но за этим стоит что? За этим стоит та же парадигма, получить от жизни некоторые удовольствия, да, то есть здесь нет, 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 нет как бы другого смысла, другого содержания, вот, а есть просто некоторые такое вот решения внутри той парадигмы, которая существует. Но есть еще один вариант вот этой нелинейной зрелости, вот, он вообще не связан с кризисом среднего возраста, я для себя такую конструкцию построил, мне кажется, за ней все-таки стоит какая-то реальность, то, что я называю дробная зрелость. Очень интересно. Дробная зрелость. Вот, не всегда человек вообще сегодня современный, как мне кажется, вообще хочет прожить жизнь цельную, единую, совершить что-то значительное, добиться некоторого признания со стороны общества. Это как раз парадигма человека просвещения, такого высокого гуманизма, скажем так, героический человек, герой, гений, вот это вот, эта линейка, да? Вот в эпоху постмодерна как бы появляется, мне кажется, новая структура, то есть, когда утрачивается, в силу ряда причин, не знаю, будет ли время об этом поговорить, но утрачивается, собственно говоря, вот эта задача, эта цель построения цельной жизни. Цельной или целостной? Цельной и целостной. Единый, цельный, целостный, то есть, который как раз состоит в том, что я хозяин своего слова. Знаете, сегодня мы часто слышим такие выражения, они, мне кажется, такие симптоматичные, да? Я хозяин своему слову. Хочу дам, хочу возьму обратно. Кому я должен, я всем прощаю. Обещать не значит жениться, да? Вы смотрите, это слова, которые очень часто употребляются сегодня, они не случайно употребляются так часто. Что происходит? Иронически обыгрывается, обстебывается в некотором смысле, да, что очень такая героическая парадигма модерна. Джентльмен, это тот, кто хозяин своему слову. Вот то, что там до Пушкинской Татьяны, и Пушкин к этому вполне серьезно относится, без стеба. Но я другому отдана, я буду век ему, я буду век ему верна. Почему? Потому что я дала согласие, да, матушка ее плакала, она согласилась, я согласилась, я дала слово. Да, я люблю тебя, Анигин. Но дело в том, что для меня есть вещи поважнее моих личных чувств, моего какого-то, да, удовольствия, есть долг, есть я как цельная личность, да, которая, нечто обещала, но это может сочетаться вполне с религиозным сознанием, тоже естественно, как бы, да, перед Богом и перед людьми, как бы, я должна держать эту, как бы, целостность. Вот, а вот в этой, как бы, структуре, как бы, современной, постмодерной, то есть мы имеем такое поле субъектности. Вот это, в разных областях, вот эта идея разворачивается множественной идентичности, смена идентичности. Вот ты сегодня мальчик, но это ни о чем не говорит. Нет никакой неприложенности в этом. Ты можешь стать девочкой, а потом обратно может быть мальчиком, да, вот ты сегодня, вот, с этой женщиной, ну что, ты должен, что с одной женщиной всю жизнь? Ну хорошо, ты ей что-то обещал. Ну ладно, разведись, а лучше не обещать. То есть, в этой, как бы, ситуации ускорения тотального, да, то есть, когда все быстро меняется, все постоянно перестраивается, перелаживается, и в ситуации общества, что такое общество постмодерное, это общество, у которого отсутствует большая цель. Вот нет большой цели. У эпохи просвещения, о котором сейчас говорили, да, гуманизма, была идея какая? Свалить традиционное общество, разрушить общество не свободы, сословия, там, церковь, какие-то предрассудки, там, да, всевозможные запреты. И это все на протяжении, там, 18-го, 19-го, 20-го века шла борьба с этими границами, которые, так сказать, ограничивают эту свободную личность. И люди героически боролись со старым порядком для того, чтобы... И это создавало возможность для цельности этой личности. То есть было чему... Даже в этой борьбе с Господом, да, нужна была тоже, как бы, некоторая целостная структура, как бы, да, если я центр, Бог не центр, я центр. Но я тогда и покажу, что мое слово абсолютно. В кавычках, конечно, да, то есть я сказал, но человек к этому стремился. Но если мы потеряли, как бы, в ситуации постмодерна эти все большие цели, там, коммунистический ли проект, вообще большие проекты, там, какой-то националистический проект, большие, либеральный проект, он тоже, как бы... То есть вот эти большие проекты, они, так сказать, потеряли свою притягательность, общество в целом потеряло цель. Вопрос, а может ли в обществе в целом быть целостной личности? Точка упора пропала, отталкиваться нечего, традиционное общество, в общем-то, разрушено. Оно уже разрушено, в общем. И тогда бороться нечем. И что в этой ситуации, как бы, неизбежно, как мне кажется, возникает? Дробление. В политической сфере, в любых сферах начинается такое, как бы, дробление. И вот, острее всего, эта ситуация в человеческой жизни сказывается именно на зрелости, которая максимально цельна, она, как бы, прежде была схвачена какими-то или призванием, или какими-то самопризванием, самозванственным таким, модерного типа. И человек себя держал. Вот, как бы, да, я, например, женился там, я сам себя считал, и окружающий, старшийся, я должен, как бы, сохранять. Конечно, люди не сохраняли верность, часто, но это было плохо, осуждалось. Сегодня это перестает осуждаться, потому что, да нет такого человека, который может всю жизнь делать что-то одно и не должен этого делать, понимаете? Есть некоторая, такая полисубъектность, человек захватывается, то одним субъектом, одним желанием, одной потребностью, он искренне, как бы, этого хочет, но он не думает изначально, что он будет заниматься этим всегда. Потом возникает другой субъект. И так происходит распад человека на множество фрагментов. Сергей Александрович, ну, к сожалению, и на сегодня тоже время нашего эфира подходит к концу. Я думаю, что в следующий раз, когда мы будем говорить о старости, мы увяжем эту тему с цельной зрелостью и переход от некой цельной зрелости к подлинной настоящей ветхости, старости. Спасибо огромное за сегодняшнюю передачу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь к нам, продолжим разговор. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.